Увидела свет новая книга известного общественно-политического и государственного деятеля, публициста и поэта, первого в истории Карачая ученого электротехника Исмаила Алиева. «Титанический труд» — историко-географический очерк под названием «Хурзук» — вышел в Москве в издательстве «Делибри». В книге Исмаила Ибрагимовича впервые за древнюю историю аула столь детально проводится описание его ландшафтов, его достопримечательностей, его древней, драматичной, а порой трагичной истории в контексте истории всего карачаевского народа. Также в книге имена жизнеописания знаменитых хурзукчан. О самом издании и о Хурзуке автор рассказал нашему корреспонденту Белли Джозаевой. Пресловуто-банальное выражение «талантливый человек талантлив во всем» как нельзя, кстати, подходит к автору книги «Хурзук». С точки зрения обывателя тут сошлось несочетаемое. Хотя Исмаил Ибрагимович своей богатой творческой жизнью опровергает все аксиомы. Исмаил Алиев — первый в истории карачаев ученый-электротехник. Он автор около 200 научных трудов и изобретений в области электротехники, а также несколько десятков книг по различным отраслям знаний — электротехники, этнополитики, филологии, истории и поэзии. Его учебные пособия для студентов вузов с грифом Минобразования Российской Федерации используются в технических вузах России и ближнем зарубежье. Профессор Алиев отдал преподавательской деятельности в вузах СССР и России более 40 лет. Он является почетным работником высшей школы России. Что касается книги «Хурзук», идея ее написания появилась, по словам автора, совершенно случайно. А сам «Хурзук» Исмаил Ибрагимович романтично называет своей большой любовью. «Хурзук» — это моя самая большая любовь из всех населенных пунктов, начиная от Москвы, где я жил 25 лет, и кончая в Черкесском, где я тоже очень был. «Хурзук» — это моё самое любимое поселение, потому что это отцовский аул. В «Хурзуке» я встретил свою судьбу 50 лет назад. И вот практически 40 лет назад каждое лето, а у нас отпуск был замечательный, два месяца, профессор, мы проводились в семье в «Хурзуке». Вот это, поэтому это моя любовь. Сначала он мне нравился, мне, «Хурзук», потому что это отцовский аул. Потом к «Хурзуку» привязались мои дети, потом «Хурзук» полюбили мои внуки. Вот такая вот у нас любовь из поколения в поколение к «Хурзуку». Аул «Хурзук» — одно из самых древних поселений не только Карачаева Черкесской республики, но и всего Северного Кавказа. Он расположен в живописнейших горах под Эльбрусом, у самых истоков реки Кубань. Книга «Хурзук» — это историко-географический очерк. Как было сказано выше, это дистанический труд. По словам автора, информации по Хурзуку было совсем мало. Но, тем не менее, Исмаилу Ибрагимовичу удалось собрать обширнейший материал. Книга состоит из множества глав. Это и хурзукский ландшафт, и его растительный и животный мир, его история, древние жилища и, конечно, хурзукские достопримечательности. В книге впервые представлен наиболее полный список имен и фотографий известных хурзукчан и участников Великой Отечественной войны. Я, в общем-то, обошел горы Карачаев от Архиза, от Лабы и до Эльбруса. Но, повторяю, да, у нас везде потрясающе красивые горы. Но Хурзук — это его специфика в чем заключается? Вот с моей точки зрения Хурзук — это идеальный туристический центр. Идеальный, это не Архиз идеальный, а Хурзук, и не Дамбай. Почему? А я объяснил. Хурзук располагается, вот я широко использовал в книге спутниковые снимки. И вот если посмотришь сверху на Хурзук, то Хурзук находится в центре, откуда ответвляются во все стороны, с севера, начиная на юг и так дальше, ответвляются прекраснейшие ущелья, неповторимые каждый по своей красоте. Без сомнения, эта книга представляет большой интерес, так как она ориентирована на широкий круг читателей, любителей природы, древности и путешествий. Была Джозаева Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Расширенное интервью с почетным работником высшего профессионального образования России, государственным и общественным деятелем. Автором книги Хурзук Исмаилом Алиевым смотрите в понедельник на телеканале «Россия 24» в 17.40.